Многие населенные пункты получили свои названия по речкам, озерам и другим водоемам, у которых были построены. Хутор Колодези – Петровский при протоке Колодези. Колодези – маленькие ручьи и речки, вытекающие из родников. Отсюда и первоначальное название хутора Колодези. В 1859 году Колодезями называлась Слобода – Хутор Петровск, а в 1900 году он назывался уже Хутор Петровский. Петровское и по сей день многие называют Колодезями, особенно люди преклонного возраста. Село Петровское Лискинского муниципального района располагается в 14 километрах к юго-востоку от города Лиски. Возникло в середине XIX века. В 1858 году имело 84 двора. Его владельцем был Петр Александрович Винтулов, от которого произошло название. Винтулов Петр Александрович родился в 1835 году, умер в 1891 году. Похоронен в городе Воронеж на Вознесенском кладбище. Был он гвардии штаб-ротмистер. Местоположение Петровского в центре русской равнины обуславливает умеренно континентальный климат с сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Рельеф поверхности территории сельского поселения равнинный. Площадь территории села Петровского составляет 1,8 квадратных километров. В Петровском на 1900 год было одно общественное здание, одна мелочная лавка и одна винная лавка. В состав Петровского сельского поселения входят населенные пункты. Село Петровское, Слобода и Екатериновка, хутор Первое мая, хутор Михайловский, хутор Новая грань. Национальности, населяющие территорию администрации Петровского сельского поселения, в основном русские. Язык общения в быту русский. Основное занятие населения – выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства. До 1950 года в каждом населенном пункте был отдельный колхоз. Затем произошло укропнение колхозов. И с 1950 года стал один колхоз-родина с центральной усадьбой в селе Петровское. Также в это время был образован Петровский сельский совет. Была в селе Петровском и церковь, которую построили в 1861 году. Простояла она сто лет с небольшим. В 1963 году ее сломали. Ее взорвали в те годы, когда я ходила в детский сад. Помню, нас вывели из детсада и спрятали за школу. Плакали мы очень. Жалко было нам церковь. Вспоминает одна из жительниц села Петровского. На данный момент в селе Петровском 220 подсобных хозяйств, а численность постоянного населения – 570 человек. Информация очень скудна в интернете. И если кто знает больше о селе Петровском, можете оставить ваши комментарии, отзывы для дополнения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!